МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дорогие друзья! Поздравляем! Во-первых, с тем, что закончился первый месяц лета. Во-вторых, с тем, что начался второй месяц лета. Первое июля на дворе. Ну и в-третьих, мы начинаем новую жизнь. А значит, новое утро на Первом развлекательном. Да, доброе утро, уважаемые телезрители. Действительно, так оно и есть. И сегодня очередное наше утро, которое я напоминаю, кстати, тем, кто, может быть, недавно стал нашим фанатом и телезрителем, что мы теперь гораздо дольше. Теперь мы с 6.30 до 8.30 вещаем в прямом эфире на Первом развлекательном. И вместе с вами общаемся на всевозможные разные интересные темы. Ну, конечно же, не без развлекательной части шуток и юмора, не без вашего общения с нами по номеру телефона 8-1-1-2-9-9. Об этом мы скажем еще чуть позже. Ну, а сегодня хотелось бы сразу же моментально привлечь ваше внимание к нашим гостям, потому что сегодня они у нас повсюду. Они заполонили... Они нас атакуют. Да-да-да, они заполонили сегодня всю студию. И действительно, я сегодня легко вздохнул, увидев, что все-таки у нас... Как хорошо, что у нас высокие потолки, потому что мы, когда представим всех гостей по очереди, вы сами все поймете. Итак, сегодня у нас в гостях ректор Института нейролигистического программирования. Правильно я говорю? Да, совершенно верно. НЛП, да. Михаил Антончик, аплодисменты. Доброе утро. Доброе утро, да. Также у нас сегодня в гостях Виктор Гортопан, он же тренер Международной ассоциации НЛП. Ну, как вы понимаете, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о программировании человека на разные способы поведения, так и понимаем. Ну, программирование, само по себе слово, оно, конечно, пугает людей. Ну, то есть они... Потому что люди думают, что они компьютеры. Да, компьютеры. Да можно запрограммировать. Нет, ну, слово-то оно потому, что 30 лет назад было в моде все это, компьютерное только появлялось, придумали и науки американцы, поэтому и решили, что программирование, потому что там про определенные поведенческие факторы, которые можно как-то вызывать одни, другие не вызывать. Ну, вроде как влиять на что-то. Нейро-логистическое, насколько я для себя понимаю, то есть это нервы и язык. Ну, да. Ну, нейро-это нейроны все-таки больше, а не нервы. То есть, ну, как... Играй на нервы. Да, так как программы эти все, они у нас в голове находятся. Вот. Ну, хотя люди, честно говоря, удивляются, когда их спрашиваешь, ну, вот вы чистите зубы всегда по-разному? Он говорит, а зачем? Зачем, говорят? Ну, да, ну, как бы, зачем всегда по-разному чистить зубы? Ты взял одной рукой щетку, другой пасту, начал с этой стороны, или наоборот с этой. Начал с таких движений, закончил с другими. То есть, но это всегда происходит практически одинаково. Автоматично. Вот, и мы говорим, да, есть огромное количество автоматизмов, к которым мы привыкли. Да, стереотипы такие. Стереотипы, да. И они не всегда являются самыми хорошими, самыми эффективными. То есть и зубы можно так почистить более эффективно или менее эффективно. То есть мы все-таки больше занимаемся тем, что в контексте коммуникации мы не программируем людей, а учимся более эффективным стратегиям общения с ними. Ну, у нас это уже стереотип вставать вот так рано? Как вы думаете? Я думаю, да. Это тоже внутреннее программируемое, да? Прелесть в том, что это все равно привычка, и ее можно поменять. Можно поменять. Конечно. А однозначно поменять потом и судьбу. Ну, конечно. Тебя уволят, потому что ты подошлый. Ну, да. Ну, тебе, тебе, тебе. Действительно. Мы еще сегодня будем говорить на тему нашу сегодняшнюю. Сегодня же, как вы понимаете, у нас нейролюгистическое программирование. Что ж, продолжаем наше утро. И вот у меня такой вопрос, Михаил. Михаил, скажите, пожалуйста, мы говорим... Давайте, а я все-таки напомню, что у нас в гостях сегодня ректор Института нейролюгистического программирования, Михаил Антончик. Мы просто каждый раз будем напоминать, потому что мало ли кто бывает, знаете, как вот кто-то встает в 6.30, нас включает, а кто-то в 6.35. Ну да, а кто-то в 6.45. Да, то есть и каждую минуту, ну, если все больше, больше. Да, каждую минуту мы должны напоминать. Прошу прощения, да. Анна Геннадьевич. Да, и я бы хотела спросить вас, Михаил, вы сказали о том, что как бы каждый раз чистить зубы одинаково, да? Что касается завтрака, это то же самое? То есть мы утром встаем, ага, вот чашечку кофе, там еще что-то, это тоже классообразная программирование? Ну, смотрите, вот в чем интерес? Интерес в том, что вы задаете вопрос, который, в принципе, нужно как бы обобщить на всех людей. Все ли люди завтракают одинаково? А это в первую очередь расходится с идеями, которые существуют в МНЛП. Но у нас все-таки индивидуальный подход к людям. Вот если вы конкретно про меня, то я могу, например, ответить. Конкретно я всегда завтракаю по-разному. Более того, иногда я завтракаю тем, что обедаю. То есть иногда вы обедаете? Ну, так вот, да, нет завтрака, есть обед сразу. Отлично вообще. Нет, я в схожей ситуации. Да, такое бывает. У Михаилов, видимо, так оно по жизни получается. Наверное. Готовить любите? Да, в принципе, люблю. Но немного. Ну, немного. Да, но завтраки приходится готовить всегда. В любом случае, да? Ну, с удовольствием. Хорошо. У меня еще, прошу прощения, такой вопрос. А вот вам ближе, скажем так, и импонирует больше, большая-большая, огромнейшая просто шумная компания, где непонятно кому утерять внимание, или все-таки, скажем, какое-то определенное количество людей, когда вы, знаете, будете сконцентрироваться, вот, допустим, на двух-трех близких людях. И грузить их. Ну, не так грузить, нет, как бы, ну, вот, знаете, концентрация. Вот я, допустим, по себе, я себе признаюсь, то есть когда очень много-много-много людей, ты понимаешь, что ты физически, наверное, ну, не сможешь каждому делить вот внимание, скажем, ну, в такой же степени, как если у тебя было бы там три-четыре близких человека, и тогда ты вот как-то всем поровну так распределился. К чему в этом? Да, да, но я-то понял, в принципе, вопрос. Смотри, здесь очень интересно разграничить контексты. То есть я не считаю, что в компании близких мне людей или друзей мне нужно постоянно кому-то уделять внимание. С другой стороны, если речь идет о группе, вот, это может быть группа из 50 человек, которые я уделяю внимание полноценно всем. На сцене, например. Ну, да, во время ведения тренинга и так далее. Или на сцене. А много людей, кстати, приходят на тренинг? В зависимости от того, какой тренинг. Ну, вот у нас вот в Кишиневе. У нас в Кишиневе где-то в среднем человек 20-25, это группа, с которой мы работаем с удовольствием. Такие заинтересованные и заинтересованные. Да, заинтересованные и заинтересованные. Ну, хорошо, о тренингах мы еще поговорим чуть позже. Сейчас я предлагаю вам, Михаил, объявить нашу следующую рубрику под названием «Легкий завтрак». Да, у нас следующая рубрика «Легкий завтрак». Нет больше роскоши, чем роскошь человеческого общения, сказал когда-то непревзойденный Антуан де Сент-Экзюпери. Сегодня эту роскошь можно использовать в таких вот очень интересных целях и запрограммировать, и починить своей воле сотни, тысяч или даже миллионы людей. Сегодня у нас в программе люди, которые используют не силу мышц, а силу своего слова. На кухне у меня сегодня Виктор Горнопан, правильно? Гортопан. Гортопан, извините, да. Тренер по МЛП. И эриксоновскому гипнозу. Эриксоновскому гипнозу. Вот такие вот у нас сегодня гости, да. Боюсь за тебя, переживаю. Так это же не эриксоновский, это эриксоновский. Это все в порядке. У нас, в принципе, все про хорошее в основном. Окей, встаньте на ноги. Завтрак-то легкий. А мне с коленом встать можно? Может быть, лучше Виктор на табуреточку сядет. Но мы сегодня все-таки с вами будем готовить. Естественно, будем разговаривать про НЛП, про гипноз. Но прежде всего давайте расскажем нашим телезрителям, что мы сегодня будем готовить. И какие у нас сегодня ингредиенты. У нас сегодня их очень много. Мы будем готовить легкий завтрак. Это самое главное. Это уже мне нравится. Настоящий из салата витаминного и из такого легкого завтрака рыбы с овощами. Ага. То есть, вот я, насколько я знаю, сегодня в бизнесе очень часто используются, да, вот эти все секреты нейролингвистического программирования. Да? Да, в бизнесе часто используются. Более того, к нам постоянно приходят и заказывают тренинги по продажам, по жестким переговорам. Это интересный тоже момент, когда, особенно сейчас в наших условиях кризиса, когда люди не возвращают деньги. Вы сегодня особо востребованы, да? Конечно. Люди деньги не возвращают, но это как-то надо же делать. И можно человека запрограммировать на то, чтобы он вернул деньги, да? Нет, можно прийти и хорошо попросить. Ага. А ну-ка вот запрограммируйте всех телезрителей, кто должен мне деньги сейчас, чтобы они мне их вернули. Их много? Ну, телезрители должны деньги? Нет, ну есть? Нет, не все. Но есть люди, которые, может быть, сейчас смотрят, но некоторые, да. Вот вы их запрограммируйте. Сюда сказать? Верните Сергею деньги. Вот так вот. Иначе будет что-то нехорошее. Вот так вот все оказывается просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова